Митинговать только при соблюдении правил. Региональные власти регламентировали порядок проведения публичных мероприятий вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Отныне митинги и шествия рядом с вокзалами, автостанциями, аэропортом и другими подобными предприятиями разрешено проводить только при обеспечении условий безопасности граждан. Сегодня на очередном заседании областной думы данная норма была закреплена соответствующим законом. Слово нашему парламентскому корреспонденту Станиславу Лопатину. Еще в прошлом году федеральным законом установлен перечень места, где проведение митингов или шествий в целях безопасности граждан было запрещено. По транспортным объектам, которые туда не вошли, принятие решения оставлено за регионами. В принятом областными депутатами законе предлагается ввести ограничения на публичные мероприятия, если их проведение планируется рядом с сооружениями, находящимися в аварийном состоянии или если там идут ремонтные работы. Представители фракции КПРФ, усмотрев в этом ущемление прав граждан, предложили ориентироваться лишь на перечень мест, определенные федеральным законодательством. В той редакции, которая сегодня выносится на второе чтение в областном законе, мы расширяем полномочия местных структур, мы расширяем возможность перечень тех мест и тех обстоятельств, когда проведение публичных массовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры может быть запрещено и мы считаем, что это абсолютно недопустимо. Большинству депутатов заверили оппонентов, что их опасения напрасны, ведь речь идет не о запретительных мерах, а об обеспечении безопасности как граждан, так и самих транспортных предприятий, многие из которых являются стратегически важными объектами. Объекты относятся в большинстве средств к объектам транспортной инфраструктуры стратегического значения. Аэропорт, речной порт, Волгодонской канал, шлюзы на Волге, да, вот просто перечисляем, вокзал. Конечно, это объекты, которые являются устремлением любых провокаторов, в том числе и могут быть и экстремистские выходки, и террористические выходки, и мы должны быть готовы. Также на заседании Думы депутаты заслушали отчет уполномоченного по правам человека Волгоградской области о работе за прошлый год. По количеству обращений к омбудсмену, их было около 6 тысяч, что на 20% больше, чем в 2009-м, можно говорить о растущем доверии граждан к этому правозащитному институту. В основном Волгоградцы жаловались на нарушение жилищных и трудовых прав, пенсионов законодательства. Практически по каждому третьему вопросу удавалось найти положительные решения. Но парламентарий считает, результат мог быть еще лучше, будь у омбудсмена больше возможностей, для чего, по мнению депутатов, необходимо уполномоченному по правам человека дать больше самостоятельности и независимости, а также наделить его правом законодательные инициативы. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.